И к другим темам. Полторы сотни незаконных рекламных конструкций обнаружили в Новосибирске. Их уберут. Сейчас рекламный рынок мегаполиса пытается упорядочить. Как это сделать, сегодня обсуждали архитекторы, представители мэрии, участники рынка. Александр Сульдин следил за дискуссией. Более 150 рекламных конструкций предстоит сести в Новосибирске в ближайшее время. Они незаконны. Из ближайшего мы уже отыграли аукцион. Будет демонтироваться 11 незаконных арок на улице Ипподромска. То есть на улице Ипподромска на дорожных переходах, на пешеходных переходах висят арки. Это незаконные арки. Некоторые рекламщики идут и на другие хитрости. Выяснилось, что более полусотни видеоэкранов установлено у нас в городе, которые по документам проходят как обычные щиты. Блеск таких экранов, кричащие изображения не просто надоели. Ученые выяснили, агрессивная наружная реклама, если ее слишком много, неэффективна. Сообщения теряются на фоне друг друга и перекрывают исторический и архитектурный фон города. Где-то не видно оперного театра, где-то вокзала. Сегодня реклама становится нелинейной, контекстной, умной, поскольку предполагает тем поставщикам услуг, которые хотят заявить о себе в городской среде, возможности меценатства, оказания различного рода услуг для того, чтобы заслужить лояльность своего клиента и потребителя. То есть поставил лавочку или разбил сквер с аккуратной вывеской и город красивее и о себе заявил. Улица Нарымская. Совсем недавно, еще зимой, вот на том месте, стояла огромная рекламная конструкция, как вот та, через дорогу. Кто только над ней не иронизировал, мол, отношение рекламы к человеку. И непонятно, что показывает, и людей не пускает. Рекламщики снесли эту конструкцию за свой счет, несмотря на то, что она приносила им немалую прибыль. Похоже, у всех участников рынка складывается понимание, что при обилии наружки город превращается в некое подобие доски объявлений, где обрывки пыльных бумажек уже и пейзаж не украшают, и какой-то полезной информации не несут. Рекламной компанией, которой принадлежала огромная конструкция, руководит Марк Василенко. Участвовал в сегодняшнем диалоге. Уверен, он пойдет на пользу. Город должен развиваться, развиваться не только в плане демонтажа наружной рекламы, но и в плане, так сказать, улучшения благоустройства, зеленых зон, фасадов, ну и в том числе вывесок. И если эта работа будет дальше идти, ну, наш город станет только лучше. Депутаты, представители мэрии, архитекторы и рекламщики сообща решили, нужно разработать новые и понятные правила размещения рекламы. По-новому будем отыгрывать аукционы по размещению конструкций, значит, и мы должны разработать новую схему размещения. Значит, эта схема должна быть привязана обязательно к архитектурному облику города нашего. При этом и бизнес не должен пострадать. Будем определять оптимальную схему, чтобы с одной стороны нам сохранить этот рынок, он важен для города, да, вот, но, с другой стороны, чтобы не было засильных рекламок, которые есть сегодня. Более конкретные совместные решения подготовит рабочая группа, которую создадут при Совете депутатов Новосибирска. Субтитры создавал DimaTorzok